МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в Татарстане. Последние новости об обстановке в соседнем регионе. Горя оно огнем. Как в Чувашии уничтожали психотропные и сильнодействующие вещества. Мест нет. Как планируют решить нехватку детских садов за Волжей? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Казани день траура по погибшим в авиакатастрофе. В воскресенье вечером в международном аэропорту Казани разбился пассажирский авиалайнер «Боинг-737». При посадке машина ударилась носом о взлетно-посадочную полосу и взорвалась. Рейс 363 летел из столичного аэропорта Домодедово. В списках погибших все, кто находился на борту. Это 50 человек. В том числе двое детей, шесть членов экипажа. В числе пассажиров были старший сын президента Татарстана Рустама Миниханова и РЭК. Глава Республиканского управления ФСБ Александр Антонов, британская подданная Бул, Донна, Каролина, Ольга Григорьева собирала факты. По предварительным данным, жителей Чувашии среди погибших нет. Сообщил сегодня глава Госкомитета Чувашии по делам ГУ и ЧС Вениамин Петров. Там пока остаются пять человек, те, которые не указаны места регистрации. Будем надеяться, что наших там нет, но это беда наша в любом случае, наша общая. Все силы и средства привозка регионального центра МЧС России, они приведены повышенной готовности, но наши спасатели, они находятся на месте, туда не выезжали. Как я уже отметил, Татарстан пока справляется своими силами. Плюс из Москвы в СМЧС России, туда прибыл борт, работают по оказанию помощи. Международный аэропорт в Казани был закрыт до шести вечера понедельника. Самолеты отправлялись в Москву и Нижний Новгород. Принять воздушные суда в случае необходимости готов был и Чебоксарский аэропорт. Перевозчик принимает решение, на какие аэропорты им выполнять посадки или задержать. Две третих рейсов задержанные сидят в Москве. Небольшая часть, одна треть направлена к набережной Челны. К нам, по крайней мере, никаких заявок и информации, никаких запросов от перелетающих воздушных судов о посадке как запасной использовать не поступало. Так как поступит, мы примем, вопросов нет, мы готовы. Боинг принадлежал авиакомпании «Татарстан». Сообщается, что самолет летал более 20 лет. Имел в истории инциденты аварийной посадки. Его планировали вывезти из автопарка. Тем не менее, по мнению экспертов, летательный ресурс он не исчерпал. А перед вылетом из Домодедова «Боинг» прошел необходимый предполетный осмотр. Что стало причиной крушения самолета, сейчас выясняется. На сегодняшний день следствие в рамках расследования уголовного дела отрабатывает пять версий. Это ошибка в пилотировании, техническая неисправность, некачественное топливо, работа наземных служб и погодные условия. Тогда как ранее следствие называло только две версии основных – ошибка в пилотировании и техническую неисправность. Но сейчас следователи склонны рассматривать каждую версию в отдельности, ну и отрезая, что они имеют право на существование. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ольга Григорьев, Андрей Спиридонов, Республика. Родственникам погибших сейчас оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Известно, что они получат денежные выплаты в размере более двух миллионов рублей от компании-страховщика и единовременную помощь на сумму один миллион рублей из резервного фонда республики. В Татарстане также объявлен сбор средств для поддержки семей, потерявших родных в авиакатастрофе. Остается добавить, что в России до последнего ЧП «Боинг-737» терпел крушение однажды. В 2008 году под Пермью погибли все 88 человек, находившихся на борту. Среди них президент Федерации Самбо Чуваши и депутат Госсовета Республики Александр Трофимов. Минутой молчания сегодня началось еженедельное совещание в Доме правительства. После этого министры приступили к своей работе. Как помогают малому и среднему бизнесу, что придет на смену ПТУ и чем заменят начальное и среднее профобразование, такие темы обсудили на планерке. Затем перешли к повестке дня. Первый вопрос – как в республике помогают тем, кто начинает или расширяет бизнес. Исполняющий обязанности министра экономического развития отметил – помогают по-разному. Форум только финансовой поддержки в Чувашии два десятка. Предпринимателям выдают гранты, компенсируют проценты по кредитам. И этим дело не ограничивается. Принятые республики сегодня ряд новых форум поддержки. Это сегодня уже создан Центр инженеринга для субъектов мало-среднего бизнеса. Также на той неделе мы поддержали заявку в Центр молодежного национального творчества. В текущем году также создано семь групп дневного времяпропровождения детей дошкольного возраста. Это в городах АллатРа, Новочебасарск, Чебасары. Впрочем, оправдывают поддержку не всем. Ряд средств мы возвратили обратно. Их передали более эффективным предпринимателям. Вы на своем докладе отметили, что ряд предпринимателей вернули средства. Вы их как учитываете вообще в дальнейшем в бюджете? Они к нам возвращаются. У нас есть список, которые организации набрали. Не хватило средств у нас, но набрали они тот проходной балл, которому возможен Казань поддержку. Выращивают предпринимателей в бизнес-инкубаторах. В октябре очередной открылся в Батырево. Теперь таких тепленьких мест с различными льготами для предпринимателей в республике семь. Что ж, их становится все больше, а вот учреждений начального профобразования наоборот. У нас на сегодня пять учреждений НПО осталось, а было 11. Шесть мы уже оптимизировали, реорганизовали. В течение 2014 года еще шесть учреждений начального профессионального образования претерпят реорганизацию. Они будут в основном присоединены учреждениям среднего профессионального образования. В новом законе об образовании, который, кстати, вступил в силу с 1 сентября, понятия начального профобразования нет вообще. На смену ПТУ приходят так называемые центры прикладных квалификаций. Они могут быть как самостоятельными учебными заведениями, так и на базе предприятий. В этом году, в марте, первый центр по кластеру строительства уже был создан. Далее по дорожной карте в 2014 году у нас три центра нужно создать. В 2015 году еще три центра. Таким образом, семь многофункциональных центров прикладных квалификаций, мы полагаем, они будут отвечать всем основным направлениям отрасли экономики. Так или иначе, учебные программы будут составлять с учетом мнений потенциальных работодателей. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову в связи с безвременной кончиной Сына и Река, а также родным и близким всех погибших в авиакатастрофе в Казани. Разделяю с вами боль, постигшую утраты. Чуваша и скорбит вместе с вами, говорится в частности в телеграмме главы Чувашской Республики. Продолжаем выпуск. Сегодня в Москве глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с президентом компании «Связной», председателем Совета директоров «Связного банка» Максимом Нагадковым. На встрече обсуждались перспективы реализации в Чувашии интернет-проекта «Ёполис», который представляет собой открытую платформу для взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и граждан в решении широкого круга вопросов. Достигнута договоренность о проведении консультаций, итогом которых может стать соглашение о сотрудничестве между порталом «Ёполис» и органами власти Чувашской Республики. В Москве завершилось расширенное заседание Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по транспорту и транспортной инфраструктуре. Там работала наша съемочная группа. Как отметил руководитель ООО РЖД Владимир Яконин, сейчас перед всеми заинтересованными сторонами стоит задача тщательнейшим образом еще раз программизировать все эффекты, ожидаемые от строительства и пуска высокоскоростной магистрали. В зоне Текотини ВСМ по всей России проживает около 100 миллионов человек или 70% населения страны. Ожидается, что проект стимулирует трудовую миграцию, повысит связанность территории, позволит задействовать ее транзитный потенциал и все это в конечном итоге приведет к росту экономической активности регионов. Предполагается, что в зоне действия ВСМ Москва-Казань эффект только на стадии строительства составит 470 миллиардов рублей. Все в последствии эксплуатации превысит 1,5 триллиона. По мнению специалистов, в проекте создаст более 100 тысяч новых рабочих мест, а объем заказов только на поставку строительного. Оборудование и продукции превысит 270 миллиардов рублей. Комитет по экономической политике Совета Федерации поддержал проект строительства ВСМ, особо отметив, что в сложившихся экономических условиях необходимо делать ставку как раз на внутренние масштабные ресурсы и емкие проекты с высокой степень эффективности. Обсуждались также вопросы, связанные с упрощением процедуры заведения земель, создания благоприятного инвестиционного климата и другие темы. Подробности по возвращению из Москвы. Если проблема нехватки мест в детских садах столицы практически решена, то в Завожье ситуация иная. Два расположенных там детских сада не только не вмещают необходимое количество детей, но и не соответствуют необходимым требованиям. Шаг к улучшению сделан. Деньги, выделенные из федерального бюджета, на благоустройство дошкольных учреждений освоены. Но это только начало пути. Впереди строительство нового детского сада. В выходные наша съемочная группа вместе с депутатом Госдумы России Аленой Аршиновой побывала в Завожье. Впервые детский сад номер 12, расположенный в Завожье, открыл свои двери перед ребятишками в 1947 году. С тех пор сменилось не одно поколение детей. А здание все тоже. Здание старые, условий, как говорится, так скажем, нет для развития детей, для полного развития детей. Мы заключаем договора, выходим, у нас в Сосновке есть спортивная школа. Мы на физкультурные занятия два раза в неделю выводим туда. Там большой спортивный зал. Детям очень нравится, родители согласны. Мы на физкультурные занятия туда-то туда. Дети очень развиваются, у нас здесь условий нет. Всего в детском саду занимаются 35 детей из пяти поселков Завожье. Это две группы, от трех до семи лет. Детский сад номер 43 тоже не новый, но более просторный. Здесь нашлось место для игровой комнаты. Отличается он не только площадью, но и наличием современной детской мебели. Это благодаря средствам, выделенным республике в 2013 году на благоустройство дошкольных учреждений. Я очень рада. На самом деле, Чувашская республика одна из первых. Она в пятерке регионов, которые быстро освоили эффективно средства, которые поступили из федеральных субсидий. Ремонт помог, но на время и не всем ребятишкам. В Завожье почти 100 детей посещают дошкольные учреждения. 80 стоят в очереди. Стараемся сейчас выбить новые средства, чтобы они пришли в новом году. И чтобы мамы знали, что рожать можно, что будет куда отдать своих деток в детские сады. Можно будет развиваться самостоятельно, можно будет учиться идти работать. И, конечно, не обязательно мы сейчас говорим о городах или о центрах районных. Мы говорим в том числе и о деревнях и о селах. Поэтому перспектива есть. Мамочки, рожайте. Мы о вас очень беспокоимся. Физический и моральный износ детских садов – это только часть проблемы. Самую главную – отсутствие мест планируют решить в ближайшее время. Ольга Алексеева, Алексей Иванов, Александр Петров, Республика. Сегодня в Москве состоялось заседание рабочей группы по мониторингу эффективности вузов. Напомним, что на прошлой неделе прошла информация о трех вузах Чувашии, в которых были выявлены признаки неэффективности. Это Чувашский госпедуниверситет, Институт культуры и негосударственный региональный институт технологии и управления. На заседании рабочей группы депутат Госдумы Алена Аршинова и министр образования Чувашии Владимир Иванов рассказали о программе Чувашского педагогического университета, которая позволит этому вузу стать эффективным. Сегодня постарались максимально разъяснить позицию университета. Объяснили, что университет действует по плану, реализацию которого ожидало Министерство образования Российской Федерации от этого университета. И в плановом режиме выполняются все намеченные задачи. И планируется, что в 2013 году, а все результаты есть, показатели, на которые должен выйти университет и преодолеть все пороговые значения, он преодолевает по итогам 2013 года. И очень здорово, что Министерство образования Российской Федерации в лице профильных заместителей министров пошли нам навстречу и учли все наши аргументы, и дали возможность Чувашскому государственному педагогическому университету развиваться. Поэтому мы надеемся, что Чувашские университеты будут в числе лидеров, более не будут попадать в число неэффективных. Сегодня нашу съемочную группу пригласили в прокуратуру Чебоксарского района. Повод – самые радостные в здании, закончили ремонт. Красивые новые фасады, качественная отделка. Вряд ли у строителей было желание халтурить. Как-никак это здание прокуратуры Чебоксарского района. Настроение у нас отличное, хотя и день пасмурный такой. Но в каком здании мы до капитального ремонта размещались? Это было здание еще с советских времен. Сейчас даже это здание является украшением поселка. Люди, проходящие мимо прокуратуры, мечтают здесь работать. Здание приобрело не только новый облик. На его стене появилась мемориальная доска первому прокурору Чуваши Александру Лбову. Сегодня ему бы исполнилось 127 лет. Этот замечательный человек прожил долгую и очень трудную жизнь. Он дважды был репрессирован необоснованно. Но и находясь там, в лагерях, все вынес, все испытания прошел, вернулся. А главное, остался человек. В таком здании хочется работать, говорят сотрудники. Что ж, может быть, красота не только спасет мир, но и повлияет на раскрываемость преступлений. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика. В Чуваши уничтожили очередную партию наркотиков. Управление госнаркоконтроля по Чуваши и Министерству здравоохранения и природных ресурсов создали специальную комиссию. Ее члены присутствовали при сжигании психотропных и сильнодействующих веществ, признанных вещественными доказательствами по уголовным делам. В сопровождении спецназа полиции наркотические средства вывезли к месту ликвидации. В пакетах и конвертах не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. Сжигает вещдоки на предприятии «Экология». Она специализируется на уничтожении опасных отходов 1-4 классов специальной термической установки. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скрубере, поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. Общий вес уничтоженных наркотиков 20 килограммов 648 граммов. Таким образом исполнены 73 приговора, вступивших в законную силу. Осуждены 97 человек, которые были связаны с незаконным оборотом указанных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. С начала года это уже третье сжигание наркотиков. Татьяна Молокова, Республика. 22 ноября с 15 до 17 часов прием граждан по личным вопросам будет вести руководитель управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашии. Граждан ждут по адресу улицы Ленинградская, 36 в здании МФЦ. Предприятию по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений Дорис исполнилось 45 лет. Поздравить сотрудников с круглой датой приехал глава Республики. Среди гостей праздника были как ветераны труда, так и молодежь. Это единая команда, усилиями которой предприятие добивается больших успехов, отметил глава Республики. Вы, как единая команда, весь трудовой коллектив поднимаете настроение людей от хороших дорог, от хорошего благоустройства, от хорошего комфортного жилья. Я и приятно с вами работаю. В принципе, моя задача, чтобы должностные лица органов власти ни в коем случае вам не мешали, потому что вы свою работу и так с ответственностью и с достоинцем делаете. Лучшие сотрудники предприятия Дорис в этот день получили награды и почетные грамоты. Двум работникам вручили медали ордена за заслуги перед Чувашской Республикой. 16 ноября талантливейшая актриса, непревзойденный мастер сцены, народная артистка СССР Вера Кузьмина отметила свой 90-летний юбилей. День рождения она отметила со своими земляками. На малой родине актрисы ее встречали, как положено, хлебом с солью. Вера Кузьмина – одна из ведущих популярных актрис Республики, чье творчество получило всеобщее признание. За 60 с лишним лет ею сыграно множество ролей в классическом и современном репертуаре. За большие заслуги в развитии чувашского театрального искусства к юбилею артистки в сельском музее была открыта выставка «Театр «Жизнь моя». А в районном Доме культуры открылась экспозиция, подготовленная Чувашским национальным музеем. В Вере Кузьминичной сыграны сотни разнообразных ролей в пьесах русской и зарубежной классики, современной драматургии, а также чувашских авторов. Творческая жизнь Веры Кузьминичной была насыщенной, а талант оценен по достоинству. Тому подтверждение множество наград и званий. Значительный личный вклад в развитие культуры и театрального искусства Янчиковского района. На дому же, где я согласился. В день рождения зрителям села Янчикова был представлен спектакль с участием прославленной актрисы. Образдновать свой юбилей Вера Кузьмина будет на сцене родного Чувашского государственного академического драматического театра 23 ноября большой концертной программой. Алена Жукова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов. Республика. Альбина Майорова выиграла международный женский марафон в японском городе Ногое. Марафон стартовал сегодня утром. Дистанцию 42 километра 195 метров. Подопечная Валерия Григорьева преодолела за 2 часа 23 минуты. Два остальных места в тройке лидеров достались японским бегуньям. Напомним, Альбина Майорова – уроженка Альковского района, участница 28-х Олимпийских игр в Афинах. Победительница – призер многих международных марафонов. Десятки мальчишек и девчонок Новочебоксарска смогли увидеть, как их родители трудятся на одном из суперсовременных предприятий. Это стало возможным благодаря фото выставки, открывшейся в минувшую субботу в Музее краеведения и истории города. Репортаж с выставки смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. «Жизнь вокруг трубы» – так называется экспозиция, посвященная десятилетию Чебоксарского трубного завода. Замечательный мастер фотографии Владимир Филиппов в течение нескольких лет создавал портреты тружеников предприятия на рабочем месте, на отдыхе, на спортивных праздниках. Портреты лучших работников занесены на заводскую доску почета. Нужно больше внимания обращать на людей труда, потому что как-то про них забывают. Раньше это были ударники коммунистического труда, то есть сейчас уже вроде как что, капиталистического труда. Не надо политизировать рабочий человек или работающий человек, он всегда прекрасен, потому что он создает медленные ценности. То, чем мы живем, то, что нас окружает. На Чебоксарском трубном заводе работает более 500 человек, многие с самого его основания. Коллектив небольшой, дружный и очень трудоспособный. За короткое время пройден путь от небольшого производства пластиковых труб до современного предприятия по выпуску полимерных труб для воды, газа, канализации и систем отопления. Вся продукция нацелена на то, чтобы в домах была чистая вода, газ, тепло, уют и комфорт. Понятие «социально ответственный бизнес» все более настойчиво входит в нашу жизнь. И оно включает в себя не только должные качества товаров и услуг, высокий уровень безопасности производства, но и все необходимые условия для работы персонала и его социальную защищенность. А в наше время особую значимость приобретает уверенность в завтрашнем дне. Трубный завод своим сотрудникам ее обеспечивает. Уже за первые десятилетия здесь сложились трудовые династии. И, быть может, мальчишки и девчонки, увидевшие фотографии своих гордых родителей, придут сюда же через несколько лет. В этот день Новочебоксарский музей не смог вместить в себя всех желающих. Поэтому заключительное действие происходило у его подножия прямо на улице. Всем приятно что-либо выиграть в лотерею. Завод щедро обеспечил юбилейный розыгрыш разнообразной бытовой техникой. В нем приняли участие все горожане. Но главный приз – телевизор – достался все же труженице предприятия. Татьяна Ильина, Борис Полозов. Республика. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!